Глава тридцать пятая. Я раздраженно покосился на окровавленные костяшки пальцев. — Собирайте шмотки и держитесь рядом с мышом, — рявкнул я. — Мы едем. — Едем? — переспросил Баттерс. — Вам здесь небезопасно оставаться. Им известно про это место. Я не могу оставлять вас здесь. — Баттерс поперхнулся. — Куда мы едем? — Они весь день следили за мной. Мне надо убедиться, что с людьми, с которыми я встречался сегодня, все в порядке. — Я задержался, пытаясь привести мысли в порядок. Ну и мне нужно отыскать книгу. — Книгу некроманта? — спросил Баттерс. — Зачем? Я достал из кармана ключи и направился к жучку. — Затем, что у меня, черт подери, до сих пор ни малейшего представления о том, что должно случиться в их этом темно-сиянии. Единственное, что я понял и попытался предотвратить, было призвание Эрлкинга. — Да-да пошло у меня коту под хвост. — Я то и дело ошибаюсь, потому что мало знаю о том, что происходит. Мне надо рассчитать, как бы половче вставить отвертку в ковылово шестеренке во время темно-сияния. — Зачем? — Затем. Что единственное, что я мог бы сделать, кроме этого, — это пытаться прорваться сквозь толпу некромантов и всякой нежити и попытаться прокомпостировать его билет в открытую, лицом к лицу. — А это не получится? — Не хотелось бы пробовать, — буркнул я и вышел на дождь. Я, можно сказать, наилегчайший вес. А они все выступают в сверхтяжелом. В открытом бою, думаю, Коул без труда надерет мне мою многострадальную задницу. Мой единственный шанс драться хитро. Для этого мне нужно больше знать о том, что происходит. Для этого мне и нужна книга. Баттерс поспевал за мной, держась за шейник мыша. Мы усели с жучка, и я завел мотор. — Но мы до сих пор не знаем, что означают эти цифры, — сказал он. — Это можно исправить, — буркнул я. — Прямо сейчас. — Заметил Баттерс, — когда я вывел жучка на улицу. — Вы можете, конечно, говорить прямо сейчас, сколько вам угодно, но я этого пока так и не знаю. — Это может быть шифр? — спросил я. — Как от сейфа. — Цифры в старых сейфах обозначали количество оборотов по часовой, стрелке и против. У тех, что поновее, это просто цифровой код. Но если вы только не найдете сейф с шестнадцатизначным кодом, это нам поможет очень мало. — Кредитная карта, — предположил я. — У них ведь тоже шестнадцатизначные номера, верно? — Возможно, — согласился Баттерс. — Думаете, это номер карты? Возможно, кредитный или платежный, на который костлявый Тони хотел получить от них деньги? — Я поморшился. — Чушь какая-то выходит, — сказал я. — Такого рода штуку он держал бы в кармане, а не прятал бы в шарике, подвешенном на нитке в пищеводе. — Тоже верно, — вздохнул Баттерс. Некоторое время мы ехали молча. Если не считать света фар других машин, улицы были темны. В отсутствии горящих фонарей под проливным дождем казалось, будто мы едем в пещере. Поток машин оставался плотным, сгущаясь на магистралях в пробке. Но по сравнению с дневным временем количество машин заметно уменьшилось. Большинство жителей Чикаго, похоже, укрылось на ночь по домам. Очень кстати во многих отношениях. Спустя несколько минут Баттерс начал тревожно оглядываться по сторонам. — Гарри, это не самый лучший городской район. — Знаю, — откликнулся я и поставил машину на запретном месте перед пожарным гидрантом. Все равно других свободных мест у тротуара я не видел. — Баттерс поперхнулся. — Почему вы остановили машину? — Мне нужно проверить кое-кого, — ответил я. — Оставайтесь здесь с мышом, я сейчас вернусь. Но... — Баттерс... — начал раздражаться я. — Здесь живет девушка, которая помогла мне сегодня. Мне нужно удостовериться, что Коул и его кобылица не причинили ей вреда. — Но... — Разве вы не можете сделать это после того, как вы разберетесь с нехорошими парнями? Я покачал головой. — Я должен. Я не знаю, что произойдет через несколько часов, но, черт меня подери, эта девушка помогла мне просто потому, что я ее попросил. Я, а не кто-то, втравил ее в это. Коул и Кумори не жалели сил на то, чтобы уничтожить все экземпляры Эрлкинга, которые смогли найти. Если они догадаются, что я узнал заклинание из ее памяти, ей будет грозить опасность. Мне нужно убедиться, что с ней все в порядке. — У-у-у... — произнес Баттерс. — Это та девушка, которая приглашала вас типа на свидание? Я зажмурился. — Вы-то откуда знаете? — Томас, — сказал. Я беззвучно вырвался. — Напомните мне, чтобы я расквасил ему нос при случае. — Эй! — запротестовал Баттерс. — По крайней мере, он разуверил меня в том, что вы гей. Я смерил Баттерса взглядом и выбрался из машины. — Садитесь за руль, — посоветовал я ему. — Если заметите какую-либо опасность, сделайте ноги. По возможности, сделайте круг и вернитесь, чтобы подобрать меня. — Ясно? — тянул Баттерс. — Понятно. Прогибаясь под дождем и ветром, я нырнул в подъезд Шилы. Оказавшись в вестибюле, я засветил пентаграмму, поднял ее над головой, а потом поднялся к ней на этаж так же, как сделал это утром. Лестница и вестибюль на этаже показались мне незнакомыми, как это бывает в темноте с местами, которые прежде видел только раз или два при дневном свете. Впрочем, я нашел дорогу к дверям Шилы без особого труда. Я подождал секунду-другую и попробовал ощутить установленные ею обереги. Обереги оказались на месте. Что ж, хорошо. Если кто-либо приходил к ней со времени моего утреннего визита, ему пришлось бы или уничтожить оберег, или нейтрализовать его, чтобы попасть внутрь. Если, конечно, этот кто-то не добился ее приглашения войти. Шила не производила впечатления человека, способного давать любому и каждому отворот-поворот на основании чистой паранойи. Я постучал, ответа не последовало. Она говорила, что собиралась к друзьям. Возможно, она на какой-то костюмированной вечеринке болтает с друзьями, ест какую-то вкуснятину, развлекается. Возможно. Я снова постучал. Шила окликнул я. Это я, Гарри. Я услышал за дверью мягкие шаги и скрипнула половица. Потом дверь приоткрылась, звякнув цепочкой. В проеме стояла Шила. Изнутри квартиры струился теплый свечной свет. Гарри, тихо произнесла она, и рот ее приоткрылся в улыбке. Что вы здесь делаете? Сейчас. Она прикрыла дверь, лязгнула цепочкой и распахнула ее. Заходите. Да мне некогда, замялся я, но все же перешагнул порог. Внутри на столе у дивана горела с полдюжины свечей. На смятом пледе лежала книга в бумажной обложке. На этот раз Шила подобрала свои длинные темные волосы в пучок, удерживаемые парой японских палочек для еды, так что уши и гладкая шея оказались соблазнительно открыты. Одежду ее составляли мягкая бумажная футболка с эмблемой медведей, доходившая ей до колена пушистые розовые шлепанцы. Футболка висела на ней мешком, но это все равно делало изгибы округлости ее тела соблазнительнее, чем полагалось бы. Я видел ее икры, сочетание мягкости и силы в них тоже впечатляло меня больше, чем полагалось бы. Шила проследила направление моего взгляда, и щеки ее чуть порозовели. — Привет! — произнесла она негромко. — Привет! — отозвался я и улыбнулся ее в ответ. — Эй! Я думал, вы собрались в гости! Она покачала головой. Собиралась. Но пешком под дождем идти не хотелось. А дозвониться до друзей, чтобы меня подбросили, я не смогла. Вот я и дома. Она склонила голову на бок и нахмурилась. — У вас вид, не знаю, напряженный, злой. — И то, и другое, — кивнул я. Тут всякие вещи происходят. Она кивнула, и взгляд ее серых глаз посерьезнел. — Я слышала, что заваривается какая-то нехорошая каша. Вы ведь с этим пытаетесь справиться, да? — Да. Она прикусила нижнюю губу. — Тогда зачем вы здесь? Очень хороша она была. В короткой рубахе, в сиянии свечей. Лица она не красила и все равно казалась пьянящей, мягкой, женственной. Я подумал, не поцеловать ли мне ее еще раз. Ну, проверить, не вышел ли первый поцелуй так, случайно. Все же я тряхнул головой и напомнил себе, что сегодня ночью мне нужно заниматься делом. Я только хотел удостовериться, что с вами все в порядке. Глаза ее расширились. — Мне что, грозит опасность? Я успокаивающе поднял руку. — Не думаю, чтобы так. Но сегодня за мной следили. Мне надо убедиться, что вы в безопасности. Вы никого не видели? Или, может, тревожились без видимой причины? — Не больше, чем в любой другой день, — ответила она. Ударил гром, и дождь припустил по стеклам с удвоенной силой. — Нет, честно. Я перевел дух и чуть расслабился. — Что ж, хорошо, я рад. Снова грянул гром, а мы так и стояли, глядя друг на друга. На мгновение мы посмотрели друг другу в глаза и тут же отвели их, пока ничего не случилось. — Гарри, — тихо произнесла она, — я могу вам чем-нибудь помочь? — Вы уже помогли, — отозвался я. Она шагнула ко мне, и ее темные глаза разом показались мне ужасно большими. — Вы уверены? Мое сердце снова забилось быстрее, но я чуть отодвинулся от нее. — Угу, — шила. — Я просто знал, что не смогу сосредоточиться на том, что мне предстоит сделать сегодня, если не повидаюсь прежде с вами. Она кивнула и скрестила руки на груди. — Хорошо. Но когда вы покончите с этими делами, я хотел бы с вами поговорить кое о чем. — О чем? — спросил я. Она тряхнула головой и положила руку мне на локоть. — Это так просто не объяснить. Если вы считаете, что вам необходима полная концентрация, мне не хотелось бы отвлекать вас всякими пустяками. Я посмотрел ей в лицо, потом очень осторожно скользнул взглядом ниже. — Возможно, так лучше, а то сейчас я нахожу вас очень отвлекающей. Она покраснела сильнее. — Нет, это вы так реагируете на опасность. Вы боитесь, что погибнете, а секс по природе своей, жизнеутверждающий. — Думаете, поэтому? — усомнился я. — Помимо всего прочего, — сказала она. Несколько следующих секунд мои гормоны делали все, что в их силах, чтобы склонить меня к отказу от концентрации. Но я бы сдал их. Шила говорила правду. Меня мучили боли, страх и опасность. И подобные обстоятельства порой заставляют вас обращать внимание на самые разные штуки. На отбыски свящей на волосах у Шила, например, или на слабый аромат розового масла и цветочного мыла. Ну и, конечно, в тот момент опасность грозила Шиле примерно так же, как и мне. Я не хотел пользоваться моментом. Я не хотел начинать с ней ничего такого, что я мог бы не довести до конца. Из всего, что я знал, выходило, что я буду мертв еще до наступления следующего дня. Это самое последнее дело — позволить вещам зайти слишком далеко только потому, что ты напуган. С другой стороны, если подумать, нет ничего плохого в том, чтобы получать удовольствие от жизни, пока она у тебя еще есть. Я наклонил голову, осторожно приподнял ее подбородок здоровой рукой и снова поцеловал в губы. Она вздрогнула и отозвалась, медленно, неуверенно, застенчиво как-то. Еще секунды я касался ее губ своими, не отпуская ее подбородка пальцами, а потом выпрямился, осторожно оборвав поцелуй. Мгновением позже она открыла глаза, дыхание у нее чуть участилось. Я коснулся ее щеки пальцами и улыбнулся ей. «Скоро перезвоню». Она кивнула, глаза ее затуманились тревогой. «Поосторожней, ладно?» «Гари!» — послышался голос. Я вздрогнул и оглянулся. «Гари!» — снова послышалось со стороны двери, и я узнал голос Баттерса. Странно прозвучал этот голос, словно Баттерс стоял в пустой, лишенной мебели и ковро в комнате. Шило застыло, глядя в сторону двери. «Ох, черт!» — произнесла она. Я уставился на нее. «Что?» «Я не хотела отвлекать вас!» — сказала она, и голос ее прозвучал загадочно. Секунду-другую я, нахмурившись, смотрел на нее, потом открыл входную дверь. Баттерс стоял в вестибюле. Он соорудил для мыша подобие поводка из оторванного пояса от куртки, и моя лохматая собака, уставив нос в пол, устремилась ко мне, таща его за собой. Баттерс, в свою очередь, шел крайне неуверенно, словно хватил лишнего и испытывал проблемы с равновесием. «Баттерс», — спросил я, — «что случилось?» «Машина заглохла», — ответил он. «И там внизу каким-то парням явно не нравилось, что я сижу в машине. Вот я и пошел вас искать». Баттерс остановился, точнее, попытался остановиться. Мышь радостно фыркнул и потащил его ко мне. Я наклонился и почесал его за ушами. «Привет, мышь». «Шил, это мой пес, мышь. А это Уолда Баттерс, мой друг». Баттерс вздрогнул и принялся оглядываться по сторонам. «Чего?» Я нахмурился и осторожно коснулся его руки. «Баттерс, с вами все в порядке?» Он чуть дернулся при моем прикосновении, потом осторожно, словно вслепую, похлопал мою руку. «Кори», — неуверенно спросил он, — «у вас нет фонаря?» Я удивленно задрал брови, но все же поднял пентаграмму и усилием воли засветил ее. «Вот», — произнес я Шила, — «надеюсь, вы не против того, что я пригласил их зайти?» Баттерс снова выпучил глаза на меня, потом огляделся по сторонам. «Гарри?» — спросил он. «Ну, с кем это вы разговариваете?» В мгновение я молча смотрел на него. Потом несколько разрозненных деталей мозаики, щелкнув, соединились у меня в мозгу, а душа ушла в пятки, больно ударившись об пол. Я крепко зажмурился и снова открыл глаза, включив внутреннее зрение и посмотрел на Шилу. От маленькой уютной квартирки не осталось и следа. Ее словно смыло, как слой старой краски. На ее месте я увидел ободранные голые стены, погнутый оцинкованный каркас в местах, где стояли раньше гипсокартонные перегородки. На полу валялись мотки старой проводки, ржавые трубы и прочий строительный хлам, который еще не вынесли на свалку. Квартиру подготовили к капитальному ремонту, который еще не начался. Единственное окно, которое я разглядел в темноте, было разбито. Ударил раскат грома, и звук этот звучал совсем иначе, нежели минуту назад. Шум дождя тоже усилился на пару единиц, отдаваясь эхом в пустой полуразрушенной квартире. Я обратил взгляд на Шилу, и она совсем не изменилась под ним, разве что вокруг нее разлилось слабое едва заметное сияние. Это означало, что либо природа ее нематериальна, либо она вообще представляет собой иллюзию. Что угодно, только не физическую реальность. Впрочем, нет, не иллюзию. В этом случае она должна была бы исчезнуть, как сделала эта обстановка квартиры. Я убрал зрение. Мой желудок, казалось, жил собственный, отдельно от меня жизнью. Во рту царила мерзкая горечь. Шила. Тихо произнес я. Блин, тарарам, это ведь что угодно, только не ваше настоящее имя, так ведь, Ласкель? Точное попадание. Так же тихо согласилась Шила. «Карри!» прошептал Баттерс, широко раскрыв глаза. «С кем вы разговариваете?» «Заткнитесь на минуту, Баттерс!» прорычал я, не отрывая от нее взгляда. Она отвечала мне спокойным, невозмутимым взглядом в упор. «Вот, значит, о чем говорил Билли. И убогий вид сделался очень уж странный, когда я говорил с вами у него в лавке. Ни с кем из других вы ведь не разговаривали и не открыли сами ни одной двери. Да и книгу, которую я искал, с полки сняли не вы. Я покосился на ладонь. От номера, написанного несмываемым маркером, мне осталось и следа. «Иллюзии», — произнес я. «Да», — невозмутимо подтвердила она, «некоторые касались только внешности, другие — самого присутствия». «Зачем?» «Чтобы помочь тебе», — ответила она. «Я же говорила, что не могу устанавливать прямого контакта с твоим бодрствующим сознанием. Для этого я и создала Шилу». Она наткнула себя пальцем в грудь. «Я хотела помочь тебе, но не могла сделать этого прямо. Поэтому я попыталась сделать это вот так». «Значит, ты лгала мне», — сказал я. Она обиженно надула губы. «У меня практически не было выбора». «Но зачем тогда другой контакт со мной?» С горечью произнес я. «Я использовал адский огонь, а ты явилась мне во сне». «Если ты забыл, это случилось уже после твоего знакомства с Шилой», — возразила она. «Но ведь Шила больше не нужна тебе». «Нет», — согласилась она, — не нужна. «Но я вдруг обнаружила, что...» Она пожала плечами. «Что мне нравится быть Шилой. Что мне нравится общаться с тобой как человек с человеком. Без взаимных подозрений, без страха. Я знаю, ты понимаешь, на что это похоже. С тобой такое достаточно часто случалось». «Но странно», — заметил я, — «я ведь никогда не прикидывался никем другим, чтобы заслужить чьего-либо доверия». «Ты ощущал свою чужеродность меньше двух десятков лет, хозяин мой. Я жила с ней тысячелетия». «Правда? И давно ли ты задумала водить меня за веревочки?» Ее мягкие губы сжались в жесткую линию. «Я собиралась сказать тебе это, когда ты покончишь с ночными делами. Если, конечно, ты останешься жив». «Еще бы не собиралась», — буркнул я. «Я же говорила. Я не хотела, чтобы это мешало тебе сосредоточиться». Я горько усмехнулся. «И с чего бы мне этому верить?» «Потому что твоя смерть означала бы и смерть этой части меня». Она снова ткнула себя пальцем в грудь. «Мысленная тень Ласкелли не пережила бы твоей смерти, а истинная Ласкель, то есть я, осталась бы замурованной неизвестно как долго. Ты ведь не представляешь себе, каково это — оказаться замурованной, лишенной звуков, зрения и других чувств, в ожидании кого-то, кто вытащит тебя из небытия. Я посмотрел на нее в упор. «Я тебе не верю». «Тебе и не надо, хозяин мой», — она чуть поклонилась мне. «Но от этого то, что я говорю, не становится менее правдивым». «Ты меня целовала!» — буркнул я. «Сшила Ласкель, закатила глаза и одарила меня почти игривой улыбкой. Я ведь снилгала, когда говорила, что очень давно не была близка с кем-либо. Мне это просто нравилось, хозяин мой, и, подозревая тебе тоже, ох, ради бога, вскипел я, это ты тоже делала ради моего блага, потому что хотела помочь. Я целовала тебя, потому что мне этого хотелось, и потому что это приятно. Если ты не забыла еще, хозяин мой, я ведь помогла тебе. Разве не я дала тебе заклинание, призывающее Эрлкинга, а?» Я открыл рот и снова закрыл его, пытаясь подобрать слова. «Я никогда не желала тебе зла, хозяин мой», — продолжала она. «Напротив, я делала все, что в моих силах, чтобы помочь тебе». Я вдруг почувствовал себя ужасно усталым и провел рукой по лбу. Я напомнил себе, что Ласкель — павший ангел, что она один из тридцати демонов Ордена Темного Динария, что она известна еще как искусительница и паучиха, что она сильна и смертельно опасна, преуспев за тысячу лет в искусстве манипулировать людьми, что нельзя доверять ни ей самой, ни ее маленькой копии под копирку, поселившейся в моей дурацкой голове. Но она помогла мне. И она целовала меня. Ну, поцелуй — это всего лишь поцелуй, но я верил ей в том, что она действительно хотела этого, действительно истосковалась по этому, и что ей это нравилось. Черт! А ведь целоваться она умела. Черт! — напомнил я себе это очень точное определение. — Я все еще могу помочь тебе, хозяин мой! — напомнила она. — Для смертного ты обладаешь большой силой, но враги твои еще большие. Они тебя убьют. На лице ее обозначилась нескрываемая досада. — Позволь мне помочь тебе выжить. Дай мне шанс сохранить себя. Прошу тебя! Мгновение я смотрел на нее, она казалась хорошенькой, искренней, напуганной, абсолютно как те, попавшие в беду женщины, которым я не мог отказать в помощи. — У меня нет намерения умирать, — негромко сказал я. — Но ты членом уравнения не станешь. — Если ты не... — Ох, помолчи! — все так же тихо продолжал я. — Я знаю, как это работает. Сначала я позволю тебе помочь с решением этой проблемы. Потом с решением следующей, потом со следующей, потом на каком-то очередном этапе мне потребуется больше силы. С самыми благими целями, разумеется. Я выкопаю монету, и тогда ты будешь вольна делать со мной все, что заблагорассудится. Я тряхнул головой. — Это один длинный, скользкий склон. Нет. Она в досаде стиснула зубы. — Но я не желаю тебе никакого вреда. — Возможно, — кивнул я. — Но у меня нет возможности проверить это. Она изогнула темную бровь. А потом, не успел я моргнуть, как дом оказался охвачен огнем. Словно взорвавшись, языки огня поглотили голые стены и расползлись по полу. Сверепый жар набросился на меня со спины, не оставив иного выбора, как податься вперед. Огонь за спиной разгорался все жарче, я в панике огляделся по сторонам. Единственная часть комнаты, не поглощенная еще пламенем, вела к разбитому окну. Я бросился к нему, увидел за ним стальные стержни пожарной лестницы и пригнулся, чтобы выбраться на нее, прежде чем меня изжарят до состояния золы. И тут пламя исчезло. Воздух снова сделался свежим и прохладным. А вместо рева пламени в уши ударил шум дождя. Я стоял у окна, задрав одну ногу на подоконник, а дождь заливал меня через разбитое стекло. И никакой пожарной лестницы за окном не было и в помине. Ничего, только девять этажей пустоты и мокрый тротуар внизу. Я поперхнулся и дрожа отпрянул от окна. Все произошло так чертовски быстро. Моей реакцией на огонь был примитивный, безраздельный ужас. И даже теперь моя рука продолжала сводить болью от воображаемых ожогов. Со времен того пожара меня терзали кошмары видения новых. Иллюзия пожара пробилась напрямую к рецепторам боли и страха, начисто минуя мозг. Именно так, как рассчитывала Ласкиэль. «Гори!» — напряженным голосом окликнул меня Баттерс. Я его не видел. Он стоял во мраке заброшенного здания, а я в мгновение бездомной паники позволил свету материнской пентаграммы погаснуть. «Я в порядке», — заверил я его. «Стойте на месте, я иду». Я снова засветил пентаграмму и увидел, что Ласкиэль стоит рядом со мной, все так же приподняв бровь. «Ты не знал, как проверить?» — сказала она. «Вот так. Если бы я желала убить тебя, твоя кровь уже смешивалась бы с дождевой водой на тротуаре». Я не нашелся, что ответить. «Позволь мне помочь тебе», — настаивала она. «Я могу помочь тебе защититься от учеников Кеммлера. Я могу научить тебя такой магии, какая тебе не снилась. Я могу показать тебе, как стать сильнее, быстрее. Я могу показать тебе, как исцелить твою скалеченную руку, если у тебя хватит выдержки. Даже шрама не останется». Я повернулся к ней спиной. Сердце отчаянно колотилось у меня в груди, когда я возвращался к двери, к Баттерсу. Она лгала мне. Собственно, ей и положено было лгать. Динарианцы только так и могут. Они лгут и обманом закрадываются в доверии к смертным, постепенно давая им все больше силы, а на деле все больше подчиняя их своему демоническому влиянию. Но одно она говорила верно это да. Она могла сделать меня сильнее. Даже самый слабый единорианец из тех, кого я видел, Квинт Кассий, Человек-Змея, был по человеческим меркам тем еще кошмаром. Имея в распоряжении подпитанную адским огнем магию и обладающую чудовищной мощью существо в качестве наставника и консультанта, я мог расширить свои способности до... до... Страшно подумать, до каких размеров. Обладаю я такой силой. Я смог бы защитить своих друзей, Мерфи, Билли и других. Я мог бы обратить эту мощь против красной коллеги и тем спасти жизни стражей и совета. Я мог бы сделать уйму полезного. И ее поцелуй. Абсолютная иллюзия, существовавшая исключительно у меня в голове. И все же он казался таким настоящим, до мельчайших подробностей. Да и вся шила была настолько подлинной, что я ни за что не подозрил бы в ней иллюзии. Нет, правда, такая она, какой я ее видел, практически не отличалась от настоящей. Все вплоть до запаха, который я продолжал еще ощущать. Впрочем, тогда в горячей ванне, когда она являлась мне белокурой богиней, она тоже производила впечатление на редкость настоящей. Что-что. А по части иллюзий она преуспела. Она могла явиться мне в любом обличии. Абсолютно любом. Какая-то темная, примитивная часть меня секунду-другую забавлялась с этой мыслью. Но только секунду-другую. Мало ли что мелькает у меня в голове. Ее прикосновение казалось таким мягким, таким нежным, таким теплым, таким славным. Я не общался с женщинами, в смысле близко, не общался уже несколько лет. Еще талика этого тепла, этого восхитительного контакта была бы слишком большим искушением, чтобы я позволил себе положиться на него. Я медленно повернулся лицом к Ласкеэле. Она приподняла брови и чуть подалась вперед в ожидании ответа. Я умею контролировать свои мысли. А этот образ Ласкеэлевой тени был всего лишь сном наяву. «Это мой разум», — негромко сказал я ей. «И он останется моим». Я сосредоточился и вызвал в мозгу собственные иллюзии. Те, что нужны были сейчас. Из ниоткуда возникли серебряные наручники, сотканные моей волей, моим сознанием, и сомкнулись на запястьях и лодыжках Ласкеэле. Я сделал резкий взмах рукой и представил себе, как эти цепи подвешивают ее в воздухе. Потом я растопырил пальцы, повернул руку ладонью к полу, и она упала в возникшую посредине комнаты клетку. Дверь захлопнулась, и засовы с лязгом задвинулись, запирая падшего ангела. «Идиот», — негромко произнесла она. «Мы погибнем». Я зажмурился и последним усилием вызвал в воображении тяжелое покрывало, упавшее на клетку и отрезавшее Ласкеэле от света и звуков. «Может и так», — буркнул я уже сам себе, — «но я проделаю это сам». Я повернулся и увидел, что Баттерс, позеленев от страха, смотрит на меня. Рядом с ним сидел, склонив башку на бок и глядя на меня, мышь. Он тоже каким-то образом ухитрился придать морде встревоженное выражение. «Гарри?» — спросил Баттерс. «Все в порядке», — успокоил я его. «Хм, что случилось?» «Демон», — объяснил я. «Некоторое время назад я заполучил себе в голову демона. Он заставлял меня испытывать, скажем так, галлюцинации. Мне казалось, что я разговариваю с людьми, но это был демон, который ими притворялся». Он медленно кивнул. «А теперь он исчез? То есть вы проделали что-то вроде самоэкзорсизма, да?» «Никуда он не делся», — тихо сказал я. «Но теперь он взят под контроль. Как только я понял, что он делает, я сумел запереть его». Он вгляделся в мое лицо. «Вы что, плачете?» Я отвернулся, делая вид, что выглядываю в окно, а сам укратко и провел рукой по глазам. «Нет». «Гарри, вы уверены, что вы в порядке? Что вы, ну, типа не сошли с ума?» Я посмотрел на Баттерса и вдруг рассмеялся. «И кто это говорит?» «Мастер Польки?» Он зажмурился, потом тоже улыбнулся в ответ. «Просто у меня вкус получше, чем у некоторых». Я подошел к нему и положил руку ему на плечо. «Я в порядке. Ну, по крайней мере, не больше псих, чем обычно». Он внимательно посмотрел на меня и кивнул. «Окей». «Это просто здорово», — сказал я ему, — «что вы поднялись сюда. Вы спутали демона все планы. Уж вас-то он никак не мог включить в свою иллюзию». «То есть я помог?» — удивился он. «Не то слово», — заверил я его. «Мне кажется, я слишком привык, что разбираюсь в магии лучше других. Демон использовал против меня мои же собственные ожидания. Он очень хорошо знал, как прятать кое-что от чародея». Я произнес эти слова, и они зацепили какое-то колесико у меня в мозгу. Я вдруг застыл, разденув рот. «Блин, тарарам!» — рявкнул я. «Вот оно!» «Оно?» — не понял Баттерс. «Э, что оно?» Мыш склонил голову на бок, подозрительно навострив уши. «Как прятать вещи от чародея?» — повторил я, и рот мой против воли расплылся в широкой, почти безумной ухмылке. Я порылся в память и откопал в ней цепочку цифр. «Ха!» — произнес я, и торжествующе воздел руку. «Ха! Ха-ха! Эврика!» У Баттерса снова сделался несчастный вид. «Идем!» — сказал я ему, и возбуждение пронзило мое усталое тело тысячи иголок, придав рукам-ногам новые силы. Я устремился к лестнице, не в силах сдерживать его. «Идем быстрее!» «А что?» — спросил совершенно уже сбитый с толка Баттерс. «А то, что я знаю, что означают эти цифры!» — фыркнул я. «Я знаю, как отыскать слово Кеммлера. И чтобы это сделать, мне потребуется ваша помощь!»